Мир вам, братья и сестры! Привет! Рад быть вас в гостях опять и приветствую вас от нашего объединения, нашей Церкви, Церкви Возрождения. Вот эта песня говорит о том, что мы с вами имеем общность в Иисусе Христе, которая называется Церковью. Господь имеет чудесный план для Церкви, этот план включает каждого из нас, как отрадно себя также ощущать частью этого плана. Когда мы читаем Священное Писание, мы находим, что Церковь – это Божий народ, Церковь – это люди Божьи, Церковь также является храмом Божьим, Церковь – это столпы утверждения истины. Нету одного какого-то слова, которое вот всеобъемлющим образом описала бы Церковь. Сегодня я хочу поговорить об одном из таких образов, которое присутствует в Священном Писании – это образ маяка. Откроем Евангелие от Матфея, пятую главу, прочтем с 14 стиха. Иисус Христос обращается здесь к Своим слушателям во время Нагорной проповеди и говорит Своим ученикам, Матфея 5,14. «Вы – свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Здесь «вы» – это собирательное слово, это множественное число. Имеется в виду группа людей, которая собралась вместе для того, чтобы прославить Господа. Город невозможно было построить одному человеку, хотя замысел мог прийти в голову одному человеку. Город строили обычно на возвышенности, на горе, так же, как и Иерусалим, говорят, построен на семи холмах для того, чтобы он мог был не только виден со всех сторон, но также и более неприступным городом, чтобы вокруг него, особенно в те древние времена, была та самая стена, которую думали, что даже Давид со своим войском не сможет преодолеть. Города строили таким образом, чтобы они были и недосягаемыми также. Стратегическое положение было у каждого города для того, чтобы он был тем местом, в котором можно было бы укрыться, чтобы его можно было заметить путнику издалека, и чтобы в нем можно было преклонить голову, особенно тогда, когда сумерки уже подступают, и ночь вот-вот покроет всю местность. Бог был против высот в Ветхом Завете. Сколько раз он обращался к своему народу через пророков о том, чтобы они не поклонялись на высотах идолам, не строили различных алтарей, в дубравах не приносили жертву. На высоких местах эти идолы привлекали людей. Высокие места привлекали взоры путников, и люди думали, что здесь делается нечто хорошее, здесь производится хорошее поклонение. Но на самом деле мы знаем, что Господь был против этого, потому что там поклонялись неистинному и живому Богу. В Писании мы находим вот этот образ свечи. Здесь говорится о нем в пятой главе, о том, что свечу не ставили где-нибудь под сосудом, под столом, под кроватью. И сегодня, хотя мы пользуемся свечами, скорее всего, для декорации, и довольно редко зажигаем их, тогда, когда мы зажигаем свет в нашем доме, у нас светильники где-нибудь сверху находятся. Они светят с потолка, они светят со стен, и чем выше они, даже как в этом здании, тем лучше, потому что они светят всем, кто находится здесь, в этом зале. Церковь – это свет для всех людей. Читая эти строки, еще один образ приходит к нам на память, хотя он и не прописан здесь прямо, но тем не менее это образ маяка, потому что маяк светит окружающим, маяк указывает дорогу, и маяк обязательно должен быть на возвышенности. Если мы откроем словарь, мы найдем следующее определение маяка. Маяк – это искусственное сооружение, служащее для определения места судна при плавании в виду берегов и для лучшего опознания берега с целью избежания опасности. Обыкновенно маяк представляет собой башню, на которой ночью обязательно зажигался огонь. Места маяков точно наносятся на карты. Маяки были теми местами, с помощью которых люди могли узнавать, куда им необходимо плыть. Это был свет, привлекавший путников в море, особенно тогда, когда была ночь, когда разыгрывался шторм, как важно было увидеть этот ясный свет маяка. Иисус Христос говорит о себе, как о носителе света. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелист Иоанн начинает свое евангельское повествование с того, что представляет вот этим введением или прологом о том, что в начале было Слово, 1 глава, 1 стих. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Прекрасное свойство света заключается в том, что его, даже если очень мало, все равно он пронзает тьму. Говорят, что маленькую спичку или фонарик иногда бывает видно на протяжении большого расстояния, «Чем ночь темней, тем ярче звезды», – поем мы в одном из гимнов. Мир этот был слишком в большой тьме погружен. Именно поэтому так ярко свет Христов воссиял тогда, когда Христос пришел сюда, в этот мир. Потому что учение Христа, оно шло в такой контраст не только со всеми языческими учениями, но также с учением книжников и фарисеев, во что превратилось в любвеобильное учение Нового Ветхого Завета. О Боге, который справедлив, который выносит свои решения, который дает законы, который строго взыскивает, но который также и мирует, который любит прощать. Об этом Боге забыли, Его образ извратили, и Иисус Христос, как Его представитель, и самое главное, как Сам Бог воплоти пришел для того, чтобы стать этим светом, указать на себя и сказать, вот каков Бог на самом деле. Темные языческие заблуждения, которые смешались также с тем, что было тогда с законничеством в иудейской религии, столкнулось со светом, нет, просто с прожектором, который пронизывал всю эту тьму. А помните, как об Иоанне Крестителе, предтече, который готовил путь для Иисуса Христа, который должен был приготовить путь для Мессии, Сам Господь говорил, Он был светильник, горящий и светящий. И вот далее Господь в процессе своего служения не просто пронесся, как этот метеор по этому темному ночному небу и оставил после себя след, но Он оставляет после себя церковь. Он целую мириаду этих звезд оставляет. Это общность своих людей, которых Он наделяет светом. И Он говорит, будьте и вы светом. Может быть, у нас нет своего собственного света, мы отражатели этого света, мы не имеем в себе источника этого света, но если мы со Христом и соединены с Ним этой живой связью, у нас есть возможность подарить этот свет. Подарить не только своим семьям, своим родным в церкви, но также и окружающим. Мы попросту не можем его скрыть, как и Христос сказал здесь в пятой главе Евангелия от Матфея, не может укрыться город, который стоит на вершине горы. Христос соединяет новых людей, которые сами по себе, может быть, и не являют много света. Каждого из нас можно сравнить, ну, с таким вот светлячком, да? Ну, что я могу сделать, может подумать кто-то из нас? У меня так мало этого света. У меня мало библейских знаний. Я сам иногда не могу два слова сказать для того, чтобы засвидетельствовать. Меня одолевает какой-то страх, сомнения. Мне так порою бывает трудно преодолевать жизненные испытания. Даже тогда, когда я среди своих в собрании, и то какой-то страх сковывает мое сердце, и я боюсь даже публично помолиться. Но, друзья мои, тогда, когда мы вместе, мы величайшая сила, потому что мы вместе, а самое главное, потому что Господь с нами. Господь дарует нам свой свет, и Он соединяет нас вместе. Даже когда светлячков много, они представляют из себя большое, так сказать, большое полотнище света. Такое целое полотно. И Он посылает нас вместе для того, чтобы мы, как церковь, были маяком. Помните, определение маяка мы сегодня уже прочитали. Во-первых, то, что маяк позволяет сделать, утомленному путнику определить местоположение свое и определить, куда ему необходимо идти. Определение места. Представим себе, что после долгих скитаний корабль, наконец, приходит в гавань. Может быть, несколько месяцев, а то и лет он находился в плавании, но вдруг, когда он входит в эту гавань, разыгрывается шторм. На корабле находится, казалось бы, опытный лоцман. И он думает, я должен не пролететь рифы, я должен их обмянуть, я должен на них не налететь, я должен эти скалы, которые находятся здесь, перед входом в эту гавань, обязательно оплыть. И он думает о том, как держать курс на маяк. Он смотрит вперед и думает, вот сейчас слева должен появиться этот маяк, но его кто-то трогает за плечо и говорит, посмотри, маяк, который ты ищешь, находится на самом деле вот там, с правой стороны. Лоцман может пожать плечами, лоцман может в это время как-то разочароваться, но он не может спорить с этим моряком, он не может спорить с этим маяком и сказать, послушай, ты должен быть здесь, ты должен быть с этой стороны, почему ты вдруг оказался вот здесь вот справа. Это значит, не маяк, а именно корабль оказался не тем, не там, где ему нужно было оказаться, не там, где ожидалось. Ведь маяк находится на твердой поверхности. Корабль не может спорить с маяком. Лоцману может казаться, что все было сделано правильно, что его расчеты были верными, что его не подводила его интуиция, но это ему не поможет. Ему необходимо выстроить свой путь и путь своего корабля в соответствии с той реальностью, которая есть, истинной реальностью, то есть правдой, истиной, которую ему показывает маяк. Маяк все это время находился на ровной поверхности, а напротив вот это суденышко, его бросали волны, оно находилось в шторме, он был носим волнами в море. Понимаете, друзья, так и с церковью. Церковь является столпом и утверждением истины. Он – дом Божий, который постоянно находится на верном и ровном основании. Этот мир – это бушующая, клокочущая бездна, которая постоянно выбрасывает все новые и новые запросы. Постоянно сюрпризы нам предоставляет современная культура. Церковь является той единственной твердыней и основой этого мира. Мы со временем видим, как меняются ценности, меняется ландшафт, атмосфера того общества, в котором мы живем, меняется то, чем люди живут в этом мире, культуры, народы сменяют друг друга, но именно церковь, как маяк, остается все время на твердом месте, потому что ее основание непоколебимо. Это священное писание, это Слово Божье. Церковь Божья стоит, основанная именно на нем. Было время, когда работорговля считалась приемлемой. Целыми кораблями из Африки, проданные в рабство, привозились тысячи рабов. Они были в основном похищены и у своих семей, и у своих племен. Их продавали и в Европе, и в Америке. Многие при этом погибали, их выбрасывали за борт, потому что нельзя было их содержать на кораблях. Болезни, недостаток продовольствия побуждал моряков, которые опускались до бессердечности, выбрасывать этих бедных страдальцев. Но в это же время были искренние дети Божьи, которые знали, как нужно поступать. Они не знали, как это сделать. Большинство понимало, что без работорговли экономика рухнет. Так представляли они себе. Но были те люди, например, такой, как Уильям Уилберфорс, это государственный деятель в Великобритании, который всю свою жизнь, будучи в парламенте и будучи христианином, посвятил отмене рабства. Он это сделал потому, что был христианином, и потому что видел, что рабство не соответствует Божьему понятию об образе Божьем, которое есть в человеке. Он читал такие вещи, как, например, послание Филимону, в котором не прямо Господь говорит о том, что рабство должно быть срочно отменено. Но вы помните, Павел упрашивает рабовладельца о том, чтобы он принял беглого раба и, может быть, даже отпустил его по побуждению своего сердца, чтобы он поступил в соответствии с любовью. И вот прошли годы с тех пор, как Павел написал это послание, прошли столетия с тех пор, как Христос ходил по этой земле, но Церковь, столпы утверждения истины, через много столетий привела людей к тому, что рабство было полностью отменено. Сегодня, конечно, остаются какие-то очаги, время от времени мы находим то тут, то там людей, которые тайным образом где-то содержатся в каких-то оковах, и мы понимаем, что это изуверство, что это извращение, что это не соответствует ценностям, которые даже уже мир принял. Это всего лишь один из примеров. Времена могут меняться, и ценности меняться. И сегодня мы живем в то время, когда традиционные ценности разрушаются. Общество, например, в большинстве своем, это общество, в котором мы живем, которое окружает нас, вдруг приняло совсем новую концепцию семьи и брака. Сегодня это уже не два человека, соединенные любовью, обязательно мужчина или женщина, но сегодня это могут быть, например, как люди представляют, люди думают, что это могут быть люди любого пола и так далее. Но Церковь остается Церковью, и она ясно заявляет, или, скажем так, должна заявлять, чтобы не потускнел этот маяк от семейных ценностей. Она заявляет не только в своих заявлениях веры, но и тем, что вот здесь вот мы провозглашаем эти ценности тем, что семьи участвуют в собрании, тем, что мы говорим на нашем собственном примере, тогда, когда мы приходим в этот Дом Божий, когда мы участвуем в служении, когда мы ведем повседневную христианскую жизнь, потому что Церковь – это не только здесь, в воскресенье, но это в каждый день недели, когда мы идем в школы, на работу, когда нас видят в городе, когда замечают в местах, где мы живем, вот что такое Церковь, и вот что такое настоящая семья. Церковь – это маяк, который показывает этому миру, как он заблудился. Во-вторых, маяк и его роль заключается в том, чтобы лучше опознать берег. Вот мы говорили об этом корабле, и он смотрит на этот маяк для того, чтобы знать, где же находится берег. Издавна люди хотели узнать правильное направление, по которому им нужно жить. Даже бывалые моряки не всегда находили правильную дорогу. Помните о Христофоре Колумбе, который, мы знаем, открыл Америку, но до конца своей жизни он так и не узнал, что открыл именно Америку, как новый континент. Он думал, что открыл новую дорогу в Азию. Он думал, что этот континент, на котором мы сегодня с вами живем, это на самом деле Азия. Даже бывалые моряки порою не знают, куда они попадают. Моряки Средневековья похожи на людей этого мира, которые ищут на самые важнейшие жизненные вопросы, ответы. Порою им трудно в этом признаться. Но время от времени, особенно в произведениях искусства, мы находим эти вопросы. Где же этот золотой берег? Где же это счастье? Каким образом мне найти ответы на запросы моей души? Спрашивают они. Вот, например, стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, классика русской литературы. Он говорит, передавая настроение своей души, и скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желание? Что пользы напрасные вечно желать? А годы проходят, все лучшие годы. Любить? Но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь? Там прошлого нет и следа, и радости, и муки, и все там ничтожно. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове «рассудка». И жизнь, как посмотришь, с холодным вниманием вокруг такая пустая и глупая шутка. И вправду, если нет смысла жизни, если нет ответа на самые главные вопросы бытия, откуда ты, кто ты такой и куда ты идешь, жизнь представляется какой-то глупой шуткой или же насмешкой. В этих стихах, как и во многих других произведениях, мы слышим этот холодок отчаяния, одиночества, отсутствие направления. Куда идти и как идти, спрашивает современный человек. Он вопиет об этом. И, возможно, мало кто об этом сегодня открыто и честно говорит, но, как я уже сказал, сегодня люди искусства особенно об этом говорят. Может быть, мы не понимаем современного искусства, редко бываем в различных музеях, где выставлены картины, и говорим, ну, что это такое? Что это за черный квадрат? Или что это за груда костей или камней? Как можно это назвать искусством? А это тоже крик. Это тоже определенное заявление людей о том, что они ищут. Ищут и никак не могут найти. И вот появляются христиане. Христиане – это люди, у которых по свидетельству тех, кто приходит к нам, к верующим людям, огоньек горит в глазах. Кстати, надеюсь, что у нас действительно горит. Эти свидетельства, я надеюсь, они правдивые, потому что мы имеем надежду, мы имеем веру, мы имеем нечто, что мы можем подарить этому миру и каждому человеку в ней. Церковь в целом является моделью этого нового общества или должна быть этой моделью, которой здесь не сыскать. Это общество, основанное на любви, а не на взаимной выгоде. Это общество, основанное не на требованиях выполнения собственных прав, не на заявлениях каждого человека о том, что он имеет определенное достоинство, он достоин уважения, и он должен получить свое на взаимном прощении, на взаимном принятии, на любви, потому что такой пример показал нам наш Господь. Вот церковь является моделью, так сказать, небесного града, о котором мы сегодня с вами пели, но уже здесь, на земле, предвкушением неба. Несмотря на все свои несовершенства, церковь, тем не менее, стремится, потому что она следует за Господом, она является маяком. Тьма этого мира настолько сильна, что даже тогда, когда маяк порою светит и немножко коптит, порою светит, и если присмотреться к нему очень пристально, можно заметить, что его стекла несколько замараны. Ну, там, например, какой-нибудь грязью, какие-нибудь мошки о них разбились, правда? Но это если сильно присмотреться. А на самом деле не так, это все видно, потому что контраст того, что происходит в церкви и с миром, настолько велик, и вот мы, христиане, которые особенно очень долго находимся в церкви, порой забываем об этом контрасте. Мы забываем о том месте, откуда нас извлек Господь. Вспомните, говорит Господь, вспомните тот ров, из которого вы были извлечены, вот эту скалу, из которой вы были высечены. И давайте вспомним о том, что однажды все то, о чем мы сегодня предвкушаем, мечтаем и воплощаем это в жизнь, и думаем, ну вот еще немножко, однажды этот идеал станет реальностью. И это только церковь, которая является маяком в этом мире, которая является надеждой для всех путников, находящихся вокруг. Маяки ставят для того, чтобы избегать опасностей, потому что маяки также служат предупреждением о том, что если не плыть на него, то корабль обязательно разобьется. Нужно плыть именно на маяк. Другого пути нет. Христианство представляет из себя ту весть, которая исключает все остальные. Она основана на словах нашего Господа. Я, говорит он, только я есть путь и истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Или вот, например, слова Христа в Евангелии от Луки, 13 глава, 3 стих. Христос говорит, Луки 13, 3, «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете, так же, как те, кто не уцелели под обломками обвалившейся на них башни». Это значит, что мы своей жизнью и своими словами должны свидетельствовать людям, окружающим нас, ясно и без каких-либо вариантов о Евангелии Христовом, о том, что нет ни в ком ином спасении и нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Представьте себе, если бы в момент бури маяк светил так, что было бы непонятно, где он находится. Если бы он перемещался то влево, то вправо. Если бы путник на корабле, если бы лоцман никак не мог определить, так все-таки ему вот туда влево нужно направлять свой корабль или вправо. Если бы, связываясь по радиомаяку с сушей, он получал противоречивые сведения наподобие того, что, ну, сам выбирай, куда идти. В принципе, можешь и сюда, а можешь и сюда. Мы тебе не можем точно сказать. У нас есть очень точные указания от нашего Господа. Мы знаем ответы. Он даровал нам их. В бурю маяк должен светить особенно ярко и ясно. И это значит и для нас. Особенно в последнее время, когда краски сгущаются, когда тьма наступает, когда вот-вот уже близится рассвет пришествия Господа Второе, тьма сгущается. Мы находимся в этом полночном часе. И евангельская проповедь должна быть особенно верной и чистой. Мы должны заявлять очень ясно, без обиняков и без каких-то вариантов, что спасение только в Иисусе Христе. И всякий, кто не приплывет на маяк, он рискует разбиться о рифы греха, о скалы поражения и попасть в пучину, не в морскую на этот раз, а в вечную пучину ада. Друзья мои, может быть, вы знаете такого труженика на Неве Божьей, как Уильям Бут. Однажды ему было видение. Я не сторонник большой того, чтобы рассказывать небиблейские видения, но здесь мне кажется, что это было действительно от Господа. Вот тогда, когда он создавал свою организацию, это армия спасения, ну тоже вот не только свою организацию, он тоже получил это видение, понимание о том, что множество людей этого мира нуждаются в спасении, и нужно ответить на их нужды не только и не столько плотские, сколько духовные. И это видение предстало перед ним таким образом. Он говорит, вдруг я увидел огромнейший океан с разбушевавшимися волнами, и в этом океане мириады людей, просящими о помощи. Эти люди то ныряли внутрь этого океана, то выныривали наверх. И на скале, говорит он, находился народ. И этот народ молился о своих нуждах, прославлял Господа. Этот народ приветствовал, сообщался друг с другом. Но вдруг я заметил, что только некоторые отдельные личности из этого народа, и в особенности тот, кто был в белых одеждах, вот именно он очень часто обращался к этому океану, и то и дело доставал оттуда тех, кто находился там. Я понимаю, что мы видим это понимание, этого видения, то есть перед нами предстает этот мир, но мы очень часто заняты именно собой. Мы забываем о том, что Господь поставил нас, как стражников на стенах. Господь поставил нас, как этот маяк. Мы часто забываем о той страшной реальности, которая окружает нас, в каком бедственном положении, несмотря даже на, казалось бы, хорошее материальное состояние, на ту обертку, на то внешний лос, который окружает этот мир и людей этого мира, но что там находится по-настоящему в душе? Вот здесь мы должны помнить, что Господь нам, именно как церкви, даровал то, чего нету в этом мире, даровал весь спасение, весь примирение, весь утешение. И так будем жить таким образом, друзья. Ведь когда-то кто-то и нам указал дорогу к Иисусу Христу. Давайте вспомним, кто это был и как мы пришли ко Христу, как мы увидели этот маяк. Давайте вспомним свою первую любовь и вспомним ее таким образом, чтобы воплотить ее в своей жизни, чтобы снова стать этим маяком, чтобы ничто не затмевало нашу весть, наш свет, чтобы он очень ясно прорезывал и эту тьму. Как мне? Пусть каждый из нас задаст этот вопрос сегодня быть маяком для Иисуса Христа. И может быть, каждый из нас, как я уже сказал, может сделать очень мало, но тогда, когда мы вместе, мы являемся церковью, потому что Господь соединяет нас вместе. Если мы делаем дело Божье вместе, участвуем совместно в служениях, в миссионерских поездках, в евангелизациях и попросту свидетельствуем своей жизнью, мы можем сделать очень и очень многое. Именно поэтому Бог призвал нас в церковь, чтобы мы были также башней, этим маяком, который стоит на вершине горы. Нам невозможно скрыться. Еще одна мысль здесь такова. Будем выше всех тех перипетий, политических амбиций, споров, слухов, которые даже в церковь могут проникнуть. У нас есть более высокое призвание и вокруг нас погибающий мир. Давайте сегодня в наших молитвах обратимся к Господу и попросим Его поддерживать с нами постоянное общение, чтобы помочь нам светить, светить своей жизнью и быть настоящим маяком для Иисуса. Аминь. Помолимся.